На международной арене Владимиру Путину удалось добиться больших успехов, пишет обозреватель Туа Стрейд и урналу Уолтера Сел Мит. Он сумел поднять могущество и престиж своей страны на небывалый со времен Холодной войны уровень. Однако несмотря на все успехи, Россия все еще остается слабой страной, отмечает автор. Успехи Владимира Путина маскирует слабость России, пишет в своей статье для Туа Стрейд и урнал обозревателя Уолтера Сел Мит. Внешнеполитическое чутье Владимира Путина уже целое десятилетие одновременно завораживает и ужасает весь мир. С 2008 года Владимир Путин разделил Грузию, вторгся на Украину и аннексировал Крым. Он поднял могущество и престиж России на самый высокий уровень со времен Холодной войны. Он с силой вернул Россию обратно на Ближний Восток, параллельно вмешавшись в президентские выборы 2016 года в Америке. Он также продемонстрировал непревзойденную способность превращать информацию в оружие и укреплять мощь России ценой небольших издержек, отмечает автор. Другими словам, Путин специализируется на нарушении правил, говорится в статье. Но в этом году он, похоже, использует более непринужденный подход. Кремль продолжает распространять дезинформацию, кроме того, время от времени его политических оппонентов травит, либо они умирают, пишет Уолтер Россиэл Мид. Однако в то время как политика Соединенных Штатов стала более безудержной, внешняя политика России стала более сдержанной. Так, в феврале ВВС и артиллерия США уничтожили сотни российских наемников в Сирии, однако ответ со стороны Путина был скромным. В марте президент России объявил первое с 1998 года сокращение военных расходов. В апреле он терпеливо и спокойно отреагировал на народную революцию в Армении против пророссийского правительства. В мае Россия решила остаться в стороне, когда Израиль разбомбил иранские военные объекты в Сирии. Таким образом Москва дала понять, что она как минимум отчасти солидарна с США по поводу будущего Ирана в Арабской Республике. Более того, Россия объединилась с заклятым врагом Тегерана Саудовской Аравии с целью нарастить добычу нефти. И поймите неправильно, господин Путин не переменил свои взгляды и не решил остановить дружеские отношения с Западом. Он проводит смягчение своей внешней политики, поскольку ему удалось достичь очень многих поставленных целей, и теперь лучший вариант для него – консолидировать свои успехи, подчеркивает автор. 10 лет назад Евросоюз и НАТО перешли в Восточной Европе в наступление. Владимир Путин тогда опасался, что распространение западных идей в России может стать вызовом его правлению. Однако теперь эти тревоги позади. Расколотый и приведенный в замешательство Запад отказался от мечты о движении на Восток. И ЕС, и НАТО уже не так уверены в себе и не так эффективны, как десятилетия назад. Запад уже не представляет опасности для России. Настоящий вопрос заключается в том, какую опасность для Запада представляет Россия. Господин Путин – не Сталин. Он стремится ослабить Запад, не разрушать его, уверен Уолтер Россиэлмид. С точки зрения российского лидера, текущая ситуация в Европе выглядит многообещающей. США и Европа постепенно расходятся в разные стороны. На европейском континенте раскол между странами также увеличивается по мере того, как растет недовольство между Германией и государствами Южной и Восточной Европы. Новое итальянское правительство, скорее всего, положит конец антироссийским санкциям, а также повергнет Европу в очередную волну самокопания по поводу Евро. Все это на руку Москве, при этом Путину даже не надо прилагать никаких усилий, указывается в статье. Период относительного бездействия на Ближнем Востоке также пойдет на пользу России. Путин не может. Конечно, надеется на то, что Россия станет державой-гегемоном в этом регионе, однако он надеется заменить США в качестве первостепенной уравновешивающей силой первостепенного дипломатического посредника на Ближнем Востоке. На данный момент события развиваются в пользу Путчина, подчеркивает обозреватель Туаа Стрейд и Урнал. Если Сирия продолжит оставаться игровой площадкой для внешних сил, то США и Израиль предпочтут видеть в качестве лидера России, а не Ран. Но несмотря на успехи Владимира Путина, Россия все еще слаба, отмечается в статье. Ее влияние на другие страны ограничено. Китай может добиваться расположения своих соседей с помощью многомиллиардных проектов. Россия же может предложить гораздо меньше. Если Китай – это тигр, то Россия – кошечка на слабых лапах, пишет автор. Российский лидер может ставить палки в колеса дающему с бои европейскому проекту Германии, однако у него нет ресурсов, чтобы предложить альтернативу. А на Ближнем Востоке позиция Кремля зависит от снисходительности Америки. Если президент США ИНОТФ, Трамп решит сделать борьбу с режимом осада ключевой частью своей антииранской стратегии, то господину Путину, возможно, придется лишь со стороны наблюдать за падением его клиента, считает обозреватель Туа-Астре и Пюрнал. Между тем положение дел внутри России также требует сдержанности. Пока череда внешнеполитических успехов Владимира Путина укрепляет его популярность внутри страны, фундамент его власти остается слабым из-за неэффективной российской экономики и коррумпированного социального устройства. США, Северная Америка, Теги Башар Асад, Ближний Восток, Владимир Путин, Дональд Трамп, Иран, Россия, Саудовская Аравия, Сирия, США.